Здравствуйте, с вами канал NaimDB. Как известно, символом и владычицей следующего 2020 года будет мягкая и обходительная белая крыса. Огненному овну нужно будет держать свою прямолинейность и вспыльчивость в узде, чтобы не стать участником различных конфликтных ситуаций, которые вполне могут крайне негативно на нем сказаться именно по вине этой самой крысы. Чего ждать женщинам-овнам в 2020 году? Середина зимы окажется достаточно сложным периодом в жизни овнов. Они будут ощущать апатию и накопившуюся усталость, ведь предыдущий 2019 год оказался для них слишком трудным. Безусловно, им нужен полноценный, качественный и правильно спланированный отдых, который поможет им восстановить свои силы. Ближе к концу зимы их может ожидать повышения в карьере. Однако для того, чтобы закрепить этот успех, женщина-овн должна будет приложить массу усилий. Приход весны резко изменит унылое настроение женщин-овнов. Уже в начале весны их ожидает эмоциональный подъем, который может подтолкнуть к различным переменам в жизни. На фоне этого возможно появление новых знакомств или смена увлечений. В дальнейшем будет ощущаться сильный прилив энергии, требующийся как раз для реализации множества идей. В этот момент очень важно в правильном порядке распределить свои собственные силы, выделив задачи, которые нужно будет реализовать немного позднее. А вот в конце весны женщин-овнов ожидает романтическое настроение. Теплое солнечное лето может не озарять жизнь женщин-овнов, поскольку в этот период их ожидает масса различных проблем. В начале лета могут ожидать определенные проблемы в семейной жизни, для преодоления которых они должны будут принимать самое активное участие в жизни родных и близких. Сделать это крайне сложно, ведь на работе также могут возникнуть трудности, которые нужно будет решить максимально быстро. Такая острая борьба одновременно со всеми проблемами требует не только высокой концентрации, но и энергии и терпения. Справиться с трудностями в работе удастся скорее всего в конце лета или в начале осени. Осенняя пора станет для женщин-овнов периодом настоящего отдыха и покоя, который они смогут посвятить семье, друзьям и любимым занятиям. В середине осени может почувствоваться временная усталость, которая достаточно быстро пройдет. А вот конец осени вместе с последним месяцем года у женщин-овнов, наоборот, будут полны новых впечатлений. Любовные и дружеские отношения Большинство овнов в 2020 году переживет достаточно сложный период в любовных отношениях. Проблема в том, что подопечные этого огненного знака не в силах управлять своими эмоциями и чувствами. Они не умеют сдерживать недовольство, агрессию и злость, что в следующем году может сильно отразиться на взаимоотношениях со вторыми половинками. Одиноким женщинам-овнам крайне трудно вступить в любовные отношения из-за своей несдержанности, нетерпеливости и неуступчивости. И вообще, этот год будет полон различных интриг, новых впечатлений и эмоций. Однако вряд ли подобные интрижки перерастут в действительно крепкие, серьезные и доверительные отношения. Женщинам-овнам, которые состоят в отношениях, нужно попробовать стать менее требовательными к своим возлюбленным. Капризы и придирки вполне могут привести к серьезным конфликтам, способным испортить отношения даже в самом крепком союзе. Стоит больше внимания уделять различным мелочам, поскольку именно с них и начинаются громкие выяснения отношений. Кроме того, стоит больше внимания уделять самоанализу, а также попыткам разобраться в своем собственном поведении и в мотивах поведения второй половинки. Женщинам-овнам очень важно научиться признавать собственные ошибки, поскольку именно это умение часто спасает многие пары от конфликтов, ссор и даже разрывов. Кроме того, это еще и укрепляет связь между любящими друг друга мужчиной и женщиной. Особенно это актуально для семейных пар. Астрологи предупреждают, что в семьях большинства женщин-овнов будет ужасно низкий уровень взаимопонимания и доверия в 2020 году. А приевшийся быт и однообразие жизни лишь ухудшат данную ситуацию. Не секрет, что ощущение свободы для овнов крайне важно, поэтому вам стоит честно поговорить об этом со своей второй половинкой. Помните, подавление собственных желаний способствует росту напряжения в отношениях. Семейные отношения Женщину-овна ожидают трудности в общении с детьми. Кроме того, и во взаимоотношениях с родителями у вас также могут возникнуть проблемы из-за нехватки в них тепла и понимания. Только лояльность и сдержанность способны положительным образом сказаться на отношениях с родней. Вы должны максимально контролировать проявление негатива и пессимизма. Очень важно суметь вовремя извиниться за обидные и резкие слова, сказанные с горяча. Именно это сможет стать главным залогом гармоничных и счастливых семейных отношений в 2020 году. Работа и карьера Временной промежуток между февралем и июнем подарит женщинам-овнам массу возможностей для того, чтобы максимально проявить способности в карьере. Также вполне возможно, что будет освоена совершенно новая сфера деятельности. Любые начинания непременно принесут массу морального удовлетворения. Не бойтесь проявить инициативу. Это как раз то время, когда нужно делиться своими идеями как с начальством, так и с коллегами. Кроме того, в грядущем году у женщин-овнов большие шансы на то, чтобы найти хороших деловых партнеров и настоящих единомышленников. А реализованные до июня проекты дадут великолепный толчок вашему делу в будущем. А вот вторая половина грядущего года окажется уже достаточно сложной и не настолько удачной. Потребуется приложить массу усилий для того, чтобы укрепить обретенные позиции. Самыми напряженными в работе месяцами будут июль и октябрь. Существует вероятность, что на работе появится очень сильный конкурент. Также вероятно появление недопонимания в отношениях с начальством. Здоровье В плане здоровья достаточно сложным периодом станет именно начало года. Овны будут страдать от хронической усталости и недомогания. В это время стоит еще внимательнее относиться к здоровью, четко следить за рационом питания, не переедать, а также не злоупотреблять алкоголем. Уже начиная с весны, здоровье станет лучше и крепче. Почувствуется прилив сил. Женщинам-овнам, имеющим какие-либо хронические заболевания, следует не пропускать регулярные профилактические осмотры. В случае возникновения обострения, они могут дать весьма серьезные осложнения на ваше здоровье и на ваш темп жизни в целом. В октябре стоит поберечь нервы, поскольку существует вероятность нервного истощения. Необходимо больше отдыхать и получать положительные эмоции. Если же говорить в целом, то 2020 год пройдет на волне позитива. Этот год откроет множество перспектив, как в плане карьерного роста, так и в развитии бизнеса и в вопросах, связанных с саморазвитием. С вами был канал NameDB. До встречи в следующих роликах.